Когда я разбогатею, я построю себе вот такой дом. 300 квадратных метров в один этаж, чтобы не лазить по лестнице. И с огромными потолками пятиметровыми, и с огромными окнами. И этот дом стоит на краю земли, который мы присмотрели для нашего сам себе поселка. Напоминаю, в чем суть проекта «Сам себе поселок». Несколько семей объединяются, сами покупают землю и одновременно строятся. Через два года чистота, красота, газоны, негде испачкать ноги. Люди сами становятся управляющими своего поселка. Никаких обдирающих управляющих компаний, девелоперов и застройщиков. Сами собранием своим голосуют и решают, сколько платить дворнику, охраннику, сам себе поселок. Мы выбрали землю для нашего сам себе поселка около деревни Лужки, где находится вот эта красивая церковь, стоящая на берегу реки, которую я снимал осенью по солнцу. Красота невероятная. И на этой неделе мы нашли владельца земли. Вот как проходила встреча. Где-то откуда стоили землю, и он тречки отсыпает, и мне получается земли побольше. Конечно, я сразу скажу, что, конечно, мне это не особенно выгодно, потому что по 2,5 миллиона продавать вот эти, я говорю, у меня задняя сторона, по 3 миллиона. И люди, которые покупали у меня вот эти красные по 3 миллиона, а вот эти четверо по 2,5 миллиона, когда они завтра узнают, что на самом деле, оказывается, я делаю такую скидку и тогда подобное. Вы делаете скидку за опт. И не просто за опт, а за биологически важную проблему. Правда, да? Я согласен. 9 сразу. Кто-нибудь приходил здесь 9, да? 5. 5. По 2,5 миллиона тоже, кстати, неплохо было. А где было? Кто это? Вот эти. Вот эти. Вот эти? Да. Они куплены в 2 приема. Я пробил кадастров. Значит, они куплены в 2 огонь. Ну, один человек. Но сначала он купил 2. И он торговался за скидку 2 участка. А он постоянный клиент. Он постоянный клиент. Напоминаю, мы торгуемся за узкую полосу земли вдоль деревни Лужки, где участки расположены в 2 ряда. Мы хотим взять 2 участка в первом ряду и 4 участка во втором. И разделить на 9 участников плюс 1 детская площадка 3 сотки. Стартовая цена 200 тысяч рублей за сотку. Мы сейчас новички пришли, да? Вот мы сейчас чего-то можем пробить. Как только мы войдем в сделку, все пипец. Дальше мы станем вкусненькие и тепленькие, да? И нас начнут уже по-другому дошкурить. Правда же, Равиль? Да, я слово сказал. Слово Равиля – скидка 10%. Следующий вопрос. Полоса муниципальной земли между нами и деревней. По ней деревенские жители заезжают в свои дома. Самый богатый дом – это Женя, владелец магазина на окраине деревни. Как нам договориться, чтобы у нас было уютно? И поэтому, если мы вот здесь хотим делать въезд, и вот это у нас КПП, то он упирается прямо же. Конечно, Жене будет выгодно, потому что Жене неожиданно. Сейчас он в деревне, и вдруг он окрашивается в крутом коттеджном косу. Жене – это очень выгодно, по-всякому. Женя, ну вот этот большой участок, квадратный? Похоже, что на край попал. Похоже. Раз, два, три, четыре. Женя и Газ принадлежат. В общем, дело, то есть, на самом деле, нам с Жене нужны сложные переговоры, да? С одной стороны, Женя, ну ты с нами, ну и Газ тогда как бы подвинься. Но, с другой стороны, если мы друг от друга вместе зависим, то, может, даже это к лучшему. Самый сложный вопрос – электричество. В руках Сергея техусловия. У каждого договора есть номер, вот, срок, ну, действия, да, технические условия. То есть, необходимо просто выяснить, действуют они или нет. Вот, если они подтверждают, что да, то... Ну, сейчас они уже не действуют. Что изменилось? То, вложение, да, не получается. Да, надо перезаключать. Всего Равиль должен был заплатить около 200 тысяч рублей с каждого участка за подключение электричества. Да, потому что это не земля ИЖС. Электрики дерут как хотят. Итого за 25 участков 5 миллионов. Но Равиль заплатил только полмиллиона. Проблемы на земле Равиля связаны с электричеством. Видите вот эти вот высоковольтные столбы? Они раньше находились вдоль дороги. И там 14-метровая зона отчуждения, на которой нельзя строить. Поэтому как эти участки можно нам брать? Смотрите, 40 метров ширина, из них 14 строить нельзя. А мы хотели ровно так, спиной к дороге, максимально близко к дороге, чтобы на юг весь участок был наш. Все. По-моему, это не годится. Равиль сейчас в командировке, через неделю вернется. Равиль, подумайте, может быть, вот эту землю вы хотите нам отдать? Полосу вдоль деревни. Единственное, здесь тоже проблема. 12 метров полоса вдоль деревни принадлежит муниципалитету. Это дорога, подъезд вот ко всем этим участкам. Значит, нам нужно договариваться с этими людьми о том, что мы объединяемся, и они заезжают на свои участки через нас. Ох, какой геморрой. Я не знаю. Поэтому эта земля неподъемная, на мой взгляд. И я очень рад. Все наши участники проекта «Сам себе поселок», узнав о том, что с этой землей возникли проблемы, вдруг включились. У всех появилась инициатива. Все бросились искать другую землю. И вот в эти выходные, в субботу-воскресенье, несколько семей объезжали все окрестности. И предлагали, кидали нам в группу, в мессенджере все новые проекты. В районе Буньково там очень много земли, но это чуть подальше. А Бушково – это самая интересная земля, она чуть ближе. Узнав о том, что с землей ровили проблемы, мы начали искать новую землю. И вчера вот здесь, под снегопадом, мы стояли с Денисом, с новым участником нашего проекта «Сам себе поселок» и осматривали землю. Знакомьтесь, наш новый участник – Денис Дарзаев, шеф-повар сети ресторанов «Токио-сити». Это питерская сеть, но они теперь открывают рестораны и в Москве, и вот Денис уже здесь, в Москве, и хочет жить, конечно же, на Новой Риге. Правильно, Денис? Где же еще жить-то? Безусловно, конечно же, Новой Рига. Всем привет. Денис, эту землю нашел ты, это очень круто. Нашел на просторах интернета, это не специализированный сайт. Потратил почти день, забил в поисковике «Земля оптом Новой Рига», выдает много вообще левака, и среди тысяч этих объявлений я увидел объявление о том, что продается земля на 23-м километре. Это деревня Абушково, 23-й километр Новорижского шоссе, и граничит эта земля с крутейшим поселком Миллениум парк. Там только квартплата составляет 50 тысяч рублей в месяц с одного участка, представляете, не считая света и газ. Итак, здесь продается длинная колбаса, начинающаяся вот отсюда, от этого красного дома и уходящая до самого забора. Сначала здесь по два участка в ряд, а потом один. Это земля ИЖС, то есть индивидуальное жилищное строительство, такой чудесный статус. Значит, государство обязано на ИЖС подключать свет за 500 рублей, за все про все, представляете, и газ обязаны давать. И вот что выяснилось. Вот этот дом, который построился уже, подал документы на подключение газа, и ему отказали. Потому что, видите ли, мощности здесь в этом районе уже выбраны. Правда, там другой дом успел. И вот единственная женщина в ряду этих участков, вон там бежевый домик стоит, она подключилась. Значит, нам, как здесь покупать-то, с газом беда. Другой недостаток этой земли, вот этот вот желтый забор. Видите, здесь находится земля сельхозназначения. Два гектара. И она будет когда-нибудь все-таки переведена, и здесь будет стройка. Правда, может быть, эта земля будет застраиваться в светлой России будущего, когда отменят проклятое разделение на сельхозку, сельхозку-поддачку и ИЖС. И когда всех людей сделают равными, и тогда уже цена упадет, кстати, и сельхозка, и ИЖС будет стоить одинаково. И люди смогут строиться в 23 километрах от Москвы, рядом с крутейшим поселком, без всякой бюрократии и безумных плат в бюджет. Но до этого надо дожить. Теперь мы знаем про эту землю все, и главное, мы знаем, что газа нам здесь в обозримом будущем не дадут. А значит, если мы хотим строить здесь свой поселок, нам придется закапывать газгольдеры, и газ нам будет обходиться в 2,5 раза дороже. Значит, уважаемые хозяева этой земли, не хотите ли вы нам сейчас дать скидку? Во-первых, за опт, а во-вторых, за то, что мы все знаем, и знаем, что не будет газа. Я не мог пройти мимо такого классного дома, стоящего на окраине, надеюсь, нашего сам себе поселка. Дом одноэтажный, 300 квадратных метров, то есть, чтобы не лазить ни по каким лестницам, и панорамное остекление. Вы видите, это окошко 4 на 2,5 метра. Владельцу этого дома насчитали окошек на сумму, держитесь, 3,5 миллиона рублей на весь дом. Ну, правда, теплый алюминий, но 3,5 миллиона. В гостиной этого дома три окна размером 4 метра на 2,5. За границей так живут звезды Голливуда. Ну, а мы чем хуже в России? Включите наш телевизор. Сплошной Голливуд, лучше любого боевика. Один мой приятель-телевизионщик поставил себе новые окна, которые сами греют. Представляете, вот такое огромное стекло, к нему подключено электричество, и от него идет тепло в дом. Фантастика. Надо мне, наверное, навестить в дом приятеля и посмотреть, как устроены его чудо-окна. Заодно соберем информацию для вот этого счастливого и богатого. Вдруг будет нашим соседом. Поделимся полезной информацией. Вот она, дача моего приятеля. И вот это стекло греющее. Термоглаз. Я включил это стекло 5 минут назад, и вот оно уже теплое. Где-то градусов 40. Греет вся поверхность. Супер технология. Это терморегулятор, это датчик. И самое важное, что токопроводящее покрытие находится внутри, между стеклами. Поэтому контакт с ним исключен. Не может ударить током никак. И это стекло невероятно качественное. Оно не режется обычным стеклорезом. И если вы боитесь, что вас прослушивают, ну, конечно, вам тогда такие стекла ставить. По крайней мере, в кабинет. Через это стекло невозможно прослушать обычными устройствами считывания лазерным лучом. Поэтому в кабинет только термоглаз, чтобы вести переговоры о деньгах. Надо сказать, что это полезный для человека нагрев в инфракрасном диапазоне. Кстати, это стекло одностороннее, не отапливает улицу. Все тепло идет в дом. И очень важно, что летом оно не пропускает в дом летний зной. Так что и зимой, и летом термоглаз. Мне остается добавить, что квадратный метр такого стекла кушает максимум 150 ватт в час. Как лампочка. Подписывайтесь на мой канал. Здесь о деньгах честно.